мы в мадриде подробности личной жизни лучкова лучков спит с камерой да вот такая вот фигня в общем выдвигаемся на презентацию и поснимать всяких видосиков материалов поэтому погнали мы пришли на час раньше но здесь что-то как-то очередь такая что что непонятно как будто весь мир съехался всем привет я только что вернулся с презентации смартфона сяоми а2 которая проходит в мадриде собственно сейчас я нахожусь в мадриде и сюда я попал по приглашению партнера дистрибьютора компания ло которая является дистрибьютором сяоми то есть кстати я уже видео выложил у них на канале о самих смартфонах и там происходит розыгрыш этого смартфона поэтому участвуйте обязательно условия очень простые нужно подписаться на канал ало оставить комментарий заполнить форму и а2 может быть спокойно вашими даже в этом видео я больше буду рассказывать не про смартфона про само мероприятие про людей которых я там встретил и узнал несколько новых очень интересных вещей во первых мадрид здесь безумно жарко 38 градусов но я безумно рад что это происходило не в китае потому что обычно я летаю на сяоми в китай это 14-часовой перелет это потом дичайшая влажность и жара и когда ты приезжаешь китай тебе не хочется вообще выходить из отеля хотя здесь мне тоже что не хотелось выходить из отеля потому что ограниченное количество времени нужно много много снимать и монтировать работать но презентация прошла очень забавно и вот хочу о чем сказать про смартфоны немножко расскажу чуть-чуть попозже скажу про сам ивент я начинаю замечать интересную тенденцию по тому как сяоми относятся вообще к своему бренду как она все сейчас организовывает вот что получается если взять самое большое количество людей до которые пришло на презентацию и было очень много прям очень много людей то получается как бы люди наверно интересуются кто же приходит на эту презентацию там несколько там сотен даже может около тысяч человек приходит кто эти люди получается что раньше когда я приезжал на разные презентации разных брендов там было подавляющее большинство партнеров и еще половина это журналисты у сяоми сейчас происходит все кардинально иначе потому что сяоми выстраивает огромное комьюнити по всему миру что такое комьюнити это сообщество людей которые увлекаются брендом силами и именно вот на презентацию а2 приехали фанаты фанаты марки то есть и они отличались там по двум принципам одни фанаты были в оранжевых футболков то есть эти люди спокойно заходят бесплатно данное мероприятие и смотрят презентацию них есть возможность посмотреть прям вот воочию как это все происходит то второй вид людей это люди в красных футболках это скажем так вообще лидеры мнения что лидеры мнения есть такая фишка как me explorer специальная программа сяоми они в каждом регионе в каждом городе там стране отбирают самых прохаванных так сказать людей которые разбираются в технике сяоми делают специальный тест тестирования да там огромное количество вопросов целый конкурс и потом идет жеребьевка и вот там выкристаллизовывается какое-то определенное количество людей которые себя очень активно проявляют которые показывают что действительно там шарят в бренде и их компания сяоми тоже везет на презентацию более того мы пришли на призов сяоми туда да вот для меня приз на самом деле самой не было объясню почему произошло я прихожу на презентацию вот без буквально 15 минут уже начала должно быть мы уже настроили технику зашли в зал там уже люди рассаживаются уже там сцена все дела и буквально то за 15 минут до презы у меня получилось найти два сэмпла два сэмпла смартфона то есть за час грубо говоря до официального анонса у меня на руках уже были сэмплы а 2 а 2 light поэтому естественно мы там сразу хапанули всю эту одежду побежали снимать их как можно быстрее то что в принципе все понятно технически но что самое интересное это то что я встретил не фанатов то есть вот этих парней до в красных футболках там был чувак из россии то вы смешной шапки с какой-то такой эмблемой были ребята из украины вместе приехали общаемся я узнаю то что у этих чуваков смартфоны a2 и a2 light появились на сутки раньше чем у всех то есть прикиньте да тут приезжают журналисты блогеры вип-партнеры там пресса медиа и фанаты то есть фанатам раздали вот этим людям которые отличились во время жеребёвки им раздали за сутки до презентации смартфоны чтобы они смогли его их оценить протестировать оболочку там графическую дата android one прочие дела короче презентация не началась а смартфона уже на руках как обычно как обычно и у тебя и не у меня вывать и уме фанов смартфоны на руках в общем это очень прикольно вот как бы хороший пример того как надо работать вообще да вот как бренду нужно работать со своими пользователями то есть стандартная схема как обычно бывает приглашают партнеров и менее там обзорчики прочие вещи люди просто сядут на ютубе смотрят видосы думают ну прикольно а здесь прям с разных стран отбирают фанатов и вот такому подходу нужно поучиться большому количеству компании от реальный респект я не могу себе представить насколько нерас привет приятно этим ребятам которые которые были обычными до пользователями обычными зрителями которые читали обзоры смотрели обзоры в интернете и теперь они тоже как бы приобщились к этому делу у них есть возможность общаться непосредственно там с другими блогерами с другими журналистами и даже просто подойти поздороваться там с села компании сяоми с менеджерами компании сяоми мне кажется это многого стоит смартфоны сами по себе смартфоны что можно сказать мне по какой-то причине непонятный понравился больше смартфон a2 lite потому что он очень очень компактный да там монобровь я знаю многие хотят этот смартфон за монобровь сяоми по своим бюджетным линейкам делают какие-то невероятные вещи буквально сегодня я ковырялся в почте мне пишут разные китайские компании предлагают разные смартфоны для обзоров написали чуваки какие-то с компанией чуве я вообще не помню что это за бренд чуве и говорят вот протестируйте наш новый смартфон высылают как бы до пресс-релиз показывают этот смартфон и ценники осмотрю там кто-то фабли 4g стоимостью 150 долларов я такой погодите а как ну типа 150 баксов за ноунейм смартфон и здесь сяоми выкатывать смартфоны за 150 до 160 долларов на чистом андроиде и тут я начинаю понимать насколько они прям начинают бороться абсолютно во всех сегментах то есть если раньше сяоми там боролась самсунгом с apple говорила вот посмотрите у них флагмана у нас гораздо дешевле то теперь уже война идет просто на всех просто на всех континентах на всех ценовых диапазонах от 100 баксов и выше понятное дело что таким образом они действительно могут отжать весь рынок и в этом нет ничего удивительно а два обычный смартфон на android go мы его уже с вами видели это аналог mi 6x на 660 снэп дрэгоне ну в принципе не знаю многие люди почему-то в комментариях пишут что слишком дорого за этот смартфон кто-то пишет что огонь то есть на вкус и цвет сяоми как говорится разный к тому же ассортимент за год компания выкатила уже за 10 смартфонов и я сижу такой думаю господи так вот в ретроспективу провожу с начала года как все происходило сколько было этого всего дела я понимаю что прям очень большое количество гаджетов и благодаря ассортименту компания не просто на плаву она просто везде на слуху у каждого абсолютно сейчас вы видите как выглядит семья мифанов сейчас сейчас секунду пройдет один путь папа мифан и сын мифан это серьезно мадрид очень жаркий город я уже ни разу здесь хоть и не был в этом городе был в барселоне был там других там лиссабоне в разных странах до мадрид очень типичный город мне чем-то напоминает стать очень сильно барселону своей архитектуры размахом прочими вещами и мы сюда вот приехали я кстати не один приехал на презентацию я приехал с andro news так получается что в этом году мы с ним откатали вместе огромное количество презентаций разных брендов разных там абсолютно выставок еще откатаем прошлом из одного города это как минимум удобно вместе вылетаем это не скучно потому что одному я бы наверно вообще умер со скуки так вот мы обратили внимание на то что вот мы который раз прилетаем в город какой-то и как-то не уже нет даже желания просто гулять по нему вот такая вот такой темп жизни сумасшедшие цифровой мир youtube и прочие вещи и начинаешь как-то перестаешь ценить архитектуру потому что ты это уже много раз видел тебе это уже не интересно похожие люди похожие магазины похожие переулки похожие проспекты похожие парки и и вот как бы работа 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 вот это мы сегодня с ним снимали а2 вот так и работаем пока идет презентация мы снимаем их это дело все вот здесь возле отеля трудимся так сказать ради вас ради подписчиков чтобы быстрее всех выложить материал хотя понятное дело про смартфоны все и так известно абсолютно но все равно события довольно таки знаковая смартфоны будут продаваться большими тиражами потому что ценник на них очень-очень сладкий есть некоторые мысли по этому поводу чем вообще сейчас занимается компания сяомин об этом я немножко позже расскажу многие люди меня упрекали знаете в чем что там несколько лет назад я как-то негативно относился к бренду сяоми высказывался в адрес этой компании по-разному здесь тоже прийти нужно понимать такую простую вещь если брать любую компанию сегодня и любую компанию там два-три года назад это абсолютно разные компании вы знаете я когда-то хвалил компанию htc но мне нравились смартфоны htc но я не могу сейчас этого сделать потому что они практически ничего не выпускают но мало чего пускают да ну понимаете да в чем разница сяоми два-три года назад и сяоми сейчас это вообще абсолютно разное то есть тогда были какие-то одни смартфоны одни технологии сейчас я хожу в кроссовках этой компании делаю обзоры потому что я действительно удивлен что компанию сказать такое огромное количество гаджетов вообще невероятное количество гаджетов и можно примеров привести разных компаний по-разному тоже когда-то компания мизу было да там на плаву конкурировала с сяоми прям вот так вот шла вот прям вот так вот притык в притык шли и посмотрите сейчас какой отрыв понятное дело что проходит время и какие-то вещи пересматриваются мои взгляды на какие-то вещи пересматриваются меняется мнение безусловно это нельзя знать что нам переобул сирени пирогュса просто рынок меняется бренды меняются подходы меняются и ты хочешь не хочешь ты тоже меняешься потому что если ты не будешь меняться то смысл вообще этим заниматься все ну нет такого смысла и вот сегодня у меня заканчивается марафон под названием сяоми но мне кажется что он заканчивается ненадолго почему потому что сколько было презентаций за год, да, я отлетал и говорил, что будут, еще будут, будут, будут. Я так понимаю, что впереди у нас август, вернее конец августа. Конец августа это выставка IFA, которая в Германии проходит, на которую я полечу. Полечу, там будет хедлайнер Lenovo, там будет компания Samsung, скорее всего, показывать свои новые часы Galaxy Watch. Возможно, там же будет Galaxy Note 9, хотя ко мне он должен раньше попасть. И потом идет у нас интереснейший период, сентябрь. Сентябрь это презентация Apple, потому что ее все ждут, ну, даже те, кто ненавидит Apple, все равно ее ждут, ну, интересно, да, что будет дальше. Как хомякам Apple будет скармливать свои новые и сверхдорогие устройства. Но, есть еще как бы такая штука, что, возможно, в сентябре будет еще одна презентация Xiaomi. Возможно, это будет Mi Max 3, да, либо же какой-то смартфон. Это вообще все непредсказуемо, потому что предсказать презентацию Xiaomi крайне тяжело. Они выкатывают там буквально за неделю, говорят, оп, у нас презентация. И ты такой в попыхах бежишь. И хорошо, что это вот в Мадрид произошло в Европе, да, потому что у нас Украина без виз, то есть мне надо было вообще ничего делать. Я просто взял паспорт и улетел. Ну, просто, просто взял сумку, улетел, никакие документы не оформлял. А если эта презентация будет в Китае, то это нужно быстренько делать визу. Я уже задумываюсь о том, чтобы делать визу какую-нибудь там на год либо на два. Но здесь тоже есть большая проблема. Если я делаю визу в Китай ради Xiaomi, да, ради того, чтобы постоянно посещать их мероприятия и не париться насчет визы, то у меня вторая проблема. Я не смогу попасть в Тайвань. Потому что если у вас открыта виза в Китай, вас не пускают в Тайвань. И наоборот, если у вас виза в Тайвань открыта, вас не пускают в Китай. А в Китай проходит тоже очень крутая выставка раз в год. Там Asus собирает огромные вообще залы, Republic of Gamers, да и просто сама выставка компьютерная. Довольно интересно. Там довольно интересно побывать. Поэтому я вот межусь, не знаю, как поступать. Друзья, вот такая поездка была моя в Мадрид. Это было, видите, в рамках видеоблога снято. Какие-то эпизоды повырывал. Если вам понравился такой формат, поставьте лайк, подписывайтесь на канал и заходите в Telegram. Я вот обещаю сейчас вернусь в Одессу и начну дальше записывать подкасты. Пока вот такой вот видеоформат. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok